Всем привет! В общем, мне... Не знаю, соскучились, не соскучились, я соскучилась, вот мне сын ненадолго дал свой телефон. Рассказать вообще, как дела. То есть, я, наверное, вы поняли... Я поняла, что вы, наверное, не поняли, что я повредила телефон. В тот день, когда в последний я пошла снимать... Ну, я думала, там будет суперски. Некрополь в Пятигорске оказалось там не супер-суперски, как и обещала все отзывики. Но я вам шорты показывала. Я, естественно, при выходе там из гостиницы, то есть из отеля, то есть, вот, чуть-чуть прошла. Там же везде плиточка, все остальное прочее. Лена с телефоном идет, я там вам приветствую на это записывала, розочки снимала. В общем, я запнулась, сланец порвала, ногу повредила, из-за ноги я теперь, блин, переживаю вообще. У меня сцентография будет 23 августа, а также рано, а нам же типа повреждаться нельзя, нам же падать типа нельзя. Вот, и это... Ну, естественно, телефон я свой подубила. Поэтому снимать мне сейчас вам не на что. Ремонтировать его бесполезно, как вы понимаете. Потому что оригинальных запчастей нет, а то, что мне отремонтируют, это будет уже все совершенно не до качества. Даже значительно хуже. Короче говоря, сейчас меня не будет по причине отсутствия телефона. Если вдруг решите мне помочь как-то восстановиться в этом плане, я буду очень признательна. То есть, я никого, ничего не прошу, просто предупреждаю. В принципе, много интересного произошло. Я приехала, сразу так активненько включилась в свою болезную жизнь. Пока. Ну, значит, что у меня было? У меня была химия. Я сходила к терапевту, естественно, там, за этими лекарствами бесплатными. у меня все записи были. Потом, значит, что еще? У терапевта, самое интересное, у терапевта я, значит, попросила направление в этот раз и четко сказала, мне не нужен инфекционист, потому что он нифига не понимает в этом. Стефилогоги. Мне нужен иммунолог. Она мне дала направление к иммунологу. Я поехала в обычную, но другую поликлинику, значит, там парень молодой такой. Знаете, если честно, он и иммунолог, аллерголог. Я, конечно, понимаю, что он иммунолог, аллерголог, а никак не господи, не дерматолог, но он такой лохматый, с такой перхотью. Так хотела посоветовать ему шампунь. Ну, это чисто прям вот просто видно, обсыпан человек. Ладно, думаю. В общем, я ему объясняла, объясняла, зачем мне нужно. И он вник в проблему, понимаете? И я думаю, ну, если же это типа того, что вот, я сейчас что вам не придумаю, у вас же все равно моего иммунитета, тын-тын-тын. Я говорю, слушай, нам надо с тобой разработать стратегию. Я говорю, ты мне нравишься, ты умный. Я говорю, давай разработаем стратегию моей жизни после химии. То есть, как поднять мой иммунитет, как сделать так, чтобы я больше при каждом там ветерке стафилококк не хватало, как вот мне сделать, чтобы я, если вдруг сразу мы анализы могли сдать. Я говорю, вот скажи мне, где мне нормально издавать анализы? Я говорю, я не знаю. Я говорю, если бы знал, я вам сказал. Наверное, хирурги знают. Я говорю, нет, хирурги не знают. То есть, вот, чтобы прям точно бить. Он такой, если брать иммуноглобулин вам антистафилококковый не подходит, а вот эти, ну, второе средство-то, которое, его же, говорит, надо вводить, прям четко попасть под этот, как его, именно под ваш стафилококк. В общем, он рассказал, я, говорит, своему сыну сдавал в Каменск-Уральске, посев из Зева в частной клинике. Я говорю, ну, вы же не поедете. Я говорю, почему не поеду? Если вдруг случится, я поеду. В общем, парень проникся, направил меня на иммунограмму. Вчера я сдавала кровь на иммунограмму. Четыре пробирки взяли. Будут результаты, значит, и будем с ним уже по нормальному анализу смотреть. Ну, это я вот просто рассказываю, что, по идее, я не хочу, чтобы любое вмешательство в мой организм заканчивалось у меня вспышкой стихолококка. Потом мне, значит, еще, вот сегодня специально надела, чтобы показать. Вот кольцо, кольца сейчас не ношу. Оно разъемное. Ну, как вы понимаете, оно же не это, ну, вот эти кольца, они не жестко спаяны, они подвижные. Так я, из-за суставов у меня нет отеков. Я могу теперь только вот на этот палец надеть. Хотя никогда на нем не носила, я не могу надевать кольца. у меня прям суставы разбабахивает. Не знаю, это не видно глазами, это не отек, потому что пальцы не отек. Мне дали направление еще к ревматологу. Я еще пойду к ревматологу, может быть, там посмотрим. в общем, мне еще предстоит сенсография, поход в Саот, опять, то есть, к этому, к онкологу после сенсографии. и я заехала в поликлинику, ну, когда вот ездила к терапевту, значит, спросила, кому обращаться мне сейчас по поводу продления инвалидности. Такая, ой, у нас этот специальный человек ушел, я спрошу у заведующей. Там такая интересная история была, сейчас расскажу. Короче говоря, в общем, сдала, вчера заехала, просто позвонили, что-то там выясняли. Я говорю, я вам на ксериусе, что у меня сейчас есть из анализов, вы в них разберетесь, ну, не из анализов, из исследований и из справа. Вы в них разберетесь, посмотрите, что не хватает, напишите мне в бегунок, потому что, и вчера я эту папку привезла, слушайте, так было как ксериал, я эти бумажки свои разбирала. Вот. Значит, они обещали перезвонить, то есть у меня инвалидность заканчивается 1 октября, надо как-то, а это же все долго, все же знают, что минимум месяц, само по себе вот туда документы уходят, ну, в общем, заранее начали копошиться, чтобы не было прерыва, если мне ее продлят, то, по крайней мере, не было прерываемости. Сейчас попью, извините. Про заведующую исполнила поликлиники. Я же капаюсь в своей же поликлинике и это... Пошла я, значит, на химию. Все, она была, как вы помните, я там везде же позвонила, везде это, к моему приезду химия была, все нормально. А женщине вводили передо мной карбоплотин, и ее с первых же капель что-то ей там плохо стало, а я еще не успела зайти, оформиться. И мы сидели в этом коридорчике больше часа в северном очереди. Скорая приехала очень нескоро. Пол поликлиники бегала, измеряла ей давление, что-то колола, что-то делала. Потом они поняли, что они скорую заранее вызвали. Короче, они все никак не могли справиться с ее приступом. В итоге скорая приехала, знаете, в поликлинику. Скорая, сегодня что-то так, вот, приехала, ну, черт знает, вот, через сколько, минут, наверное, через 55, если не через час, увезли, и нас дальше начали капать. Я так поразилась, мне же просто тоже его ставили, ну, многим ставят карбоплотин, чтобы вот прям такая дикая реакция. Но, я скажу одно, у нас, вот, понимаете, у нас, как я поняла, там, где я капаюсь, там просто, вот, два кабинета освобождены и приходят, ну, такая есть, коридорчик. На третьем этаже просто в поликлинике, именно вот, это кабинет химиотерапии, скажем так. Она никому предваритель не говорит готовиться диксаметазоном. То есть, нету предмедикации именно домашней. То есть, как мне, например, я когда капалась на Комсомольском, мне говорили, утром, вечером, там, в поле себе столько-то, столько-то, во столько-то, во столько-то. Наверное, может быть, может быть, из-за этого. Ну, просто вот рассказываю именно. И там заведующая бегала такая вся смыленная, потом я уже лежу на этом, на химии. Я-то ее хотела спросить, когда она займется моими документами или мне врача выделят для того, чтобы я химию продолжала. Ой, инвалидность продолжала. Да я спешу, потому что вот у меня телефон надо отдать владельцу. Ей, судя по всему, теперь столько, после этого столько бумажек надо было, столько отписок, написок написать. Она еще потом, когда я лежала под химией, уже это, вбегала, там спрашивала, какая партия, что. В общем, они получили огромнейший стресс. Не до меня было. Не ругайтесь, что болтаются на себя денег, пока тут не хватает. для машины купила свою любимую Космолу четверка там, в одной этой фирме. До сих пор не могу и все время трогаю, не могу разнюхать, я ее не чувствую. Не знаю, в машине пахнет, не пахнет, надо будет спросить независимых слушателей, когда заходим. поэтому она мне болтается, ну, хотя бы там, то, что она, это, мои любимые хотя бы, это, глазом. Ну, это, естественно, это эмиратская копия, именно масляные для машины. Не знаю, пока полного удовольствия она в свои 200 рублей не получила. Так, что-то еще у меня хорошее, интересное, ну, не хорошее, а именно интересное произошло. А, еще, я же это сдала со своей и после КТ у меня, если кто помнит, было написано там амфиземок легких, плохо описанное, я съездила в ту, диспансер, в общем, появилась, тот специалист появился тоже в другой поликлинике, который проверяет функции дыхания. Я, значит, сходила, в аппарат подышала в специальный, не как мы в детстве вот в эту банку надували, помните, с водой у нас это медосмотры были, потом мне, значит, сказали принести с собой сольбутанол, 4 пшика на вдохе, 15 минут сидишь и опять даже самая процедура. Все точно так же, как на КТ выходит такая длинная-длинная распечатка, она как результаты завтра, расшифровка. В общем, я через день заехала, нормально у меня все с дыханием, заехала сразу же, у меня была запись к пульмонологу, она такая, ну все, у вас вот прям все нормально, то есть живите спокойно, сохраните бумажку, если вдруг что, то есть отдышки у вас нет, ничего нет, я не жаловалась на отдышку, меня интересовала степень моей поражения, моего поражения вот этой инфиземы. Она говорит, все, у вас вот сейчас нормально, вообще отклонений нет, там ничего нет, то есть все вот циферки показала, молодец, пульмонолог, тоже такая красавица, вот эта циферка важная, вот это там вообще обведены, вот это очень важная, вот они, смотрите, какие все хорошо. И я такая, выезжаю от пульмонолога и понимаю, я знаю, зачем мне рак дан был, ну, я никогда не мучилась этим, у меня прям просто как озарение, то есть ни зачем, ни за что, ни почему, ни это, а тут, чтобы я проверила весь организм, я никогда в жизни бы не узнала бы, какой у меня организм, то есть я проверила, по-моему, ну, вплоть до того, что уже даже есть диск с записью мозга, типа, вот все мои тараканы, вот они на диске, такая, думаю, о, мне же еще на сценциграфии даже пятки просветят, то есть в жизни я не сдала, естественно, да никто, наверное, из нас в жизни не сдал столько анализов, столько это, исследований не прошел, как заболев онкологией, то есть мы уже, по-моему, наверное, знаем прям свой организм до мельчайшей клеточки, думаю, ну, тоже интересный опыт, я к этому отношусь как к опыту, как к эксперименту, то есть реально, еще один интересный опыт, еще одно интересное понимание того, что вот оно, зачем, надо нам было, значит, просто надо было провериться, а для того, чтобы провериться, нам надо было получить, ну, по крайней мере, мне точно, надо было получить онкологию, приободрила меня эта мысль, не знаю, кто как отнесется к ней, но это личное же дело каждого, это же личные мысли, но меня эта мысль прям реально приободрила, прям так, ммм, еще один разгон дала к позитиву, вот, короче, не болейте, ролики мои шибко не ждите, ну, увы и ах, потому что с телефонами сейчас сами, знаете, всю ситуацию, всех люблю, всем приветики, приветики. Продолжение следует... пройдет...